Добрый вечер, вы перевесите Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. В чем секрет долголетия? Труженица тыла из аула Кубина, отсутствие Дагужиева, принимает поздравления с вековым юбилеем. Вне солнечной системы, сегодня в день российской науки, ученые Карачаева-Черкесии открыли 8 экзопланет. Ответственное отношение к здоровью в Республиканской стоматологической поликлинике стартовала неделя профилактического осмотра. Зрелищные и бескомпромиссные поединки. Больники Карачаева-Черкесии боролись за путевки на окружной чемпионат. Итоги года в сельскохозяйственной сфере обсудили в правительстве Карачаева-Черкесии. Было отмечено, что в прошлом году в Карачаево-Черкесии намолочено более 408 тысяч тонн зерна, собрано 22 тысячи тонн картофеля и 209 тысяч тонн свеклы. Кроме того, на совещание подняли тему осуществления на территории регионной мероприятий по государственному ветеринарному контролю и надзору. Для обеспечения эпизоотического благополучия и совершенствования системы ветеринарной безопасности на территории республики разработана дорожная карта. Рашид Тимрезов поздравил с вековым юбилеем труженицу тыла из аула Кубина от Суцу Коговну Дагужиеву. «Жизнерадостная, мудрая, преданная своей малой родине и всей России наша землячка – бесспорный пример трудолюбия и любви к ближним и истинного патриотизма», – написал в своем поздравлении глава республики. Виновницу торжества в день рождения посетило много гостей – дети, внуки, правнуки, руководство Абазинского района и общественные организации. С юбиляром пообщалась и наша съемочная группа. Альбина Курочинова-Кенжева узнавала секрет долголетия бабушки. С раннего утра поздравить бабушку Цуцу спешат все близкие и родные, соседи и друзья. Накрыт большой стол, чтобы всем вместе отметить торжество. Настроение у юбиляра на высоте. Поздравительный адрес президента страны Владимира Путина и главы республики Рашида Тимрезова зачитал глава Абазинского района Руслан Кужев. Поздравляю вас с вашим столетием, дорогая Цуца Коговна. Уважаемая Цуца Коговна, сердечно поздравляю вас с юбилеем. Вы с честью прошли через горнило испытаний военного времени, поднимали страну из руин, созидали мощь и достоинство великой державы. Мы искренне благодарны вам за ратный подвиг и трудовые совершения. Также Цуцу Коговну пришли поздравить с подарками сотрудники Алашары и администрации аула. Благодаря своей доброте и позитивному мышлению и поддержке близких, Цуца Дагужиева и отмечает сегодня вековой юбилей. Хочу. Дисциплина хорошая была, годы хорошие были. Как они сейчас живут, они люди. Сейчас желаю им хороших здоровья, хороших жизней. Цуца Дагужиева родилась в ауле Альбурган. В военные годы работала учителем. Была секретарем комсомольской организации. Три месяца была в плену немецких фашистов и подвергалась пыткам. Вскоре советские солдаты освободили Цуцу. В 1946 году вышла замуж в Кубину. Прожила с супругом Османом Дагужиевым более 60 лет в счастливом браке. Воспитали шестерых детей, 15 внуков и 28 правнуков. Во всех есть частица добродушия Цуцы. Вот и весь секрет долголетия. Она добра и жизнерадостна ко всем от мала до велика. Несмотря на свой закаленный временем, войной и пытками характер. Позитивная, веселая все время. Что еще? Жизнерадостная, добрая. Ко всем хорошо относится. Даже к самым маленьким. Чтоб долгие годы с нами жила еще. Пока мама есть, мы еще дети. Внуки говорят о бабушке ласково и с любовью. Детство, проведенное под ее крылом, оставило неизгладимый след воспитания и отношений к жизни. Все вместе выросли. У бабушки мы росли. Вот в этом доме. И вот нас, как я говорил до этого, 15, да, грубо говоря, 15 человек нас. И мы выросли как родные. Вот. И мы до сих пор вот так же общаемся. А когда человек в детстве, вот бабушка нас всегда учила этому. Как вы сами видите, она ходит. Все сама делает. Короче, наша бабушка молодец. Умница. Моя бабушка очень добрая, отзывчивая и веселая. Спасибо Аллаху до сих пор, что она у нас есть. Мы ее очень любим. В такой знаменательный день все желали именинницы крепкого здоровья. И как можно дольше оставаться в кругу своих близких. Альбина Курочинова, Кенджи Валибастанов. Вести. Карачаева, Черкесия. Кубина. Сегодня день российской науки. Ученых с профессиональным праздником поздравляет глава Карачаева, Черкесии Рашид Тимрезов. Отечественная наука, являясь частью мирового наследия, славится громкими именами и открытиями. Именно наши ученые смогли запустить в космос первый спутник. Блестяще разработали учения о биосфере, сделали много прорывных открытий в сфере медицины. Мне приятно, что свой вклад вносит и наша малая родина, Карачаева, Черкесия, где успешно функционирует специальная астрофизическая обсерватория РАН. Также реализуют свои проекты молодые ученые на базе новой обсерватории МГУ. Восемь экзопланет открыли ученые Карачаева-Черкесии. Их обнаружили сотрудники САУРАН впервые в истории наблюдения за космосом. Открытие было сделано с помощью роботизированных телескопов, полностью изготовленных в России. Чтобы увидеть эти восемь планет, существующих за пределами нашей Солнечной системы, телескоп с полуметровым зеркалом ежедневно наблюдал один и тот же участок неба на протяжении шести месяцев. В связи с обильными осадками МЧС предупреждает, в гора Карачаева-Черкесии лавина опасна. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok На работе были задержки с зарплатой, поэтому я не смогла вовремя оплачивать свои долги по кредитам и коммунальные платежи. Компания «Бизнес-юрист» помогла мне за шесть месяцев списать 800 тысяч рублей. Всем, у кого сложная ситуация, рекомендую обращаться в эту компанию. Экономьте с умом! Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 900 Дорога не терпит ошибок. На территории Карачаева-Черкесии сотрудники госавтоинспекции проводят месяц безопасности дорожного движения. В рамках которого в школах республики идут информационные встречи с учениками. Очередная встреча состоялась со старшеклассниками 13 и 6 школ. Ребятам рассказали об основных причинах аварии и о том, как получить права и об ответственности, которые они приобретут вместе с удостоверением водителя. Данные встречи, они имеют профилактический характер, то есть людям рассказываем, доводим о соблюдении ПДД, где и когда, что можно делать, что нельзя делать на дороге. Также мы проводим родительские собрания, не только с учениками беседуем, а также с их родителями о том, чтобы они на своем примере показывали своим детям, как надо соблюдать правила дорожного движения. Все права и законы, которые обязан знать юный водитель, они, так сказать, написаны кровью. Каждый водитель должен знать, на что он имеет право, на что не имеет права. Я считаю, что это очень важно и благодарен за проведение таких мероприятий. Напомним, что с начала этого года в Карачаево-Черкесии зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 21 получил травмы различной степени тяжести. В том числе двое несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. В связи с этим Управление госавтоинспекции МВД Республики в очередной раз призывает жителей нашей республики, автолюбителей, соблюдать правила дорожного движения. В Республиканской стоматологической поликлинике стартовала неделя развития ответственного отношения к здоровью полости рта. Проходит она в рамках исполнения указа президента страны о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года и по плану разработанного Минздравом Карачаева-Черкесии. Профилактика в медицине позволяет выявлять заболевания на ранней стадии и своевременно, за короткие сроки, с меньшими затратами провести лечение и предотвратить некоторые болезни. Профилактический осмотр пациентов Республиканской стоматологии будет проходить до 11 февраля. В рамках этой недели проводятся бесплатные профосмотры в стенах нашей поликлиники. Мы с большим удовольствием приглашаем всех гостей и жителей Республики на профосмотры. Доктора наши напоминают о значимости профилактики, о том, что выявлять заболевание в полости рта нужно своевременно, до появления симптомов. Ну и посещать врачей-стоматологов не реже двух раз в год. Неделя профилактики еще продолжается. Кто не успел, либо не было возможности попасть раньше, мы всех ждем желающих, в том числе и выходные, так как будут дежурные врачи, которые с удовольствием примут также на профосмотр. Зрелищные и бескомпромиссные поединки. Вольники Карачаева-Черкесии боролись за путевки на окружной чемпионат. Помимо грамот и кубков и медалей победители получили денежные призы. Из Карачаевской репортаж Аллы Качиевой. Это традиционное открытое первенство республики, но отличается оно тем, что воспитанники заслуженного тренера России Алхаза Чучаева помимо грамот, кубков и медалей решили учредить и денежные призы победителям. В зале спорткомплекса «Алим» Карачаевска побороться за награды турнира собрались спортсмены со всех городов и районов Карачаева-Черкесии. Впервые в Карачаево-Черкесии проходит первенство по вольной борьбе на призы заслуженного тренера Российской Федерации Алхаза Чучаева. Юноши до 21 года будут бороться в 10 весовых категориях. Всего участников около 90. Юноши 2003-2005 годов рождения показали зрелищные и бескомпромиссные поединки. Вольники боролись за путевки на чемпионат СКФО. Среди них спортсмены уже с именем. Чемпион Европы 16-летний Амаль Кирейта в последние 10 лет усиленно тренируется. И результат не дает себя ждать. Терпение, труд и нужно постоянно работать над собой. В последние годы в республике можно наблюдать развитие спорта. Очень много ребят начали заниматься вольной борьбой, что не может не радовать. Уже второй год подряд наши спортсмены показывают очень высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Прошлый год у нас был рекордный. У нас более 65 участников было международных соревнований, всероссийских соревнований. У нас очень было много чемпионов и призеров. А 2022 год у нас оказался еще больше. У нас 85 членов сборной России получилось. И на подобных соревнованиях они получают бесценный опыт, уверенные организаторы первенства. Алхаз Чучаев занимается тренерством более 30 лет. Вырастил не одно поколение именитых чемпионов. И сегодня спорткомплекс «Олимп» под его руководством в Карачаевске посещают более 300 детей. Любовь к этой работе от моего тренера Узденова Артура Каевича, который тренировал нас и очень с любовью, с душой относился как к своим детям к детям. И я когда увидел, как человек болеет за каждого не только на ковре, но и в жизни, вот это отношение меня как бы заразило. И Алхаз Махмудович также все эти годы заботится о каждом своем подопечном. Он строг, но справедлив. Считает, что спортсмен не только должен хорошо отрабатывать навыки на ковре, но и должен проявлять свои лучшие человеческие качества по жизни. Алхаз наш наставник и в жизни, и на ковре. Как бы очень… он нас вел, все, что знает, все нам дал, даже больше. Главная цель соревнований – выявить новые таланты в вольной борьбе. Многие мальчишки выступали впервые, но от этого их борьба не стала менее зрелищной. Юные борцы показали хорошую технико-тактическую подготовку и спортивный азарт. Есть у нас очень перспективные мальчики. В прошлом году они выступали по старшим юношам, выигрывали первенство России. Очень хорошее… есть подрастающее поколение, очень хорошее есть. При хорошем соблюдении режима, я думаю, мы никому уступать не будем. Ни Дагестану, ни Осетии, никому. Из победителей и призеров первенства сформируют команду. Юные борцы будут подключаться к учебно-тренировочным сборам более старших ребят и готовиться к окружным соревнованиям. Алла Качиева, Лебостанов, Вести Карачева, Черкесия, Карачаевск. Это все Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова